Здравствуйте, молодые люди Эстонии! Я министр народонаселения Рина Сольман. Я очень рада, что могу к вам обратиться. Обещаю, что не займу много вашего времени. Даю слово. Нынешняя вспышка коронавируса и чрезвычайное положение — это для всех нас первый такой шок в жизни. Я вдвое старше большинства из вас, но и я ни с чем подробным раньше не сталкивалась. О том, что в конце прошлого года в Китае зародился неизвестный, измертельный для многих вирус, вы уже знаете. Я вижу по своим детям, что вы намного лучше разбираетесь в современном цифровом мире. Какой огромной информацией вы обладаете. Это здорово, это вызывает у меня уважение. Так что же я могу добавить к тому, что вы и так уже знаете. Я могу сказать, что да, этот вирус опаснее всего для людей пожилых, но он опасен и для молодых до такой степени, что некоторые из вас могут серьезно заболеть и даже умереть. Никто из нас не защищен от коронавируса на все 100%. Ученые просто еще не успели достаточно хорошо изучить новый вирус. Мы просто не знаем, что да как. К тому же у нас нет пока ни лекарства, ни вакцины от коронавируса. Как же нам быть? Я знаю, что вы улыбаетесь, так как слышали все это уже миллион раз. Но ситуация такова, что я повторю еще раз. Пожалуйста, сидите дома. В кои-то веки правительство разрешило вам не ходить в школы. Вы можете сколько угодно сидеть в интернете, играть в игры, вести видеоблоги, заниматься творчеством или просто отдыхать. Воспользуйтесь этой возможностью. Выдумывайте новые вещи, новые продвинутые возможности виртуального общения, поделитесь ими с друзьями. И таким образом вы можете изобрести новый хештег «Компанию борьбы с вирусом». В Инстаграме уже распространяется призыв «Спасти мир лежа на диване». Стань героем. Пожалуйста, сиди дома.